Да, дела в эфире, тележурнал о жизни и деньгах. Строительство четвертого моста вышло на новый уровень. Подрядчики начали устанавливать уже горизонтальные балки для пролетного строения. Первое стоит. За строительством, пожалуй, пристальнее всего следят, конечно, жители Николаевки. Ведь прежде всего для них четвертый мост означает прям глобальные жизненные перемены. Анна Итюменева сегодня изучила план застройки микрорайона и выяснила, что и как поменяется в Красноярской Николаевке. Людмила Александрова живет в Николаевке много лет. Неказистый домик она превратила в полноценную жилплощадь со всеми удобствами. Сегодня от нашей съемочной группы женщина узнала, что весь микрорайон, а это больше двух сотен гектаров, пойдет под снос уже в этом году. Об этом накануне заявили представители Союза строителей края. Я выселяться не хочу. Зачем я его покупала, зачем я его строила, проводила канализацию. Баню строила, благоустраивала. Не хочу. Не буду. Все будут определяться. Проект по сносу и комплексному освоению Николаевки власти и строители планируют впервые реализовать по принципу развития застроенных территорий. Если объяснять просто, застройщик понесет все расходы по расселению жителей и сносу жилых строений. Но договариваться с каждым по отдельности застройщику не придется. Это будет делать администрация комплексно. Территорию разобьют на лоты и выставят на торги. Директор Союза строителей Андрей Тихонов говорит, что проект планировки нового микрорайона предполагает не только строительство многоэтажек, но и возведение социальных объектов. Видите микрорайон? Вот здесь школа, садик и вот эти вот червячки. Червячки – это дома. Над более подробным и точным планом сейчас работают в администрации, но уже известно, что в Николаевке построят несколько школ и детских садов. Бизнес и жилая зона будут разделены. Например, вместо деревянных избушек в районе Южного проезда будет деловой центр. Сейчас как снежный ком идут заявления о признании домов аварийными. Город обязан их сносить, а денег в бюджете нет. Если город может эту проблему решить за счет застройщиков, то мы не то что вынуждены, мы не имеем права действовать по-другому. Уже через 6-8 месяцев Николаевку начнут по кускам выставлять на аукцион. Как только на одну из микрозон найдется покупатель, жильцов попросят освободить место. Понятно, что сопротивляться будут в основном собственники просторных домов и дорогих коттеджей. Им переселение, согласно законодательству, строго по квадратным метрам невыгодно. Но власти подчеркивают, согласно федеральному закону о развитии застроенных территорий, все собственники будут обязаны съехать. По генплану теперь Николаевка территория жилых высотных домов, а значит коттеджей быть не должно. Исключение коснется только памятников архитектуры.